Я хочу быть красивой и подтянутой, и не боюсь заявить об этом всему миру. Именно так думает каждая участница конкурса «Мисс Фитнес Бикини», который уже несколько лет подряд собирает полные залы зрителей в Гишкарале. Это не просто шоу красоты и грации. «Фитнес Бикини» – это особая номинация женского бодибилдинга, утвержденная Международной Федерацией Бодибилдинга и призванная показать, что спортивное тело может и должно быть красивым и женственным. Участницы этого конкурса раз за разом доказывают, что красота и спорт идут рука об руку. В этом году участницы конкурса вновь готовы удивить зрителей. Я, как все девушки, была озабочена вопросом, как есть и не толстеть. И учитывая, что я подрабатываю моделью и люблю вкусно покушать, люблю готовить, спортзал очень сильно мне в этом помог. То есть я могу кушать все, что хочу и оставаться в форме. Я, конечно, не знала, во что я ввязываюсь. Это оказалось довольно-таки тяжело. Сейчас у нас проходит сушка, то есть очень большие ограничения по питанию. Но в целом оно здоровое и довольно легко питаться таким образом. То есть очень хорошее самочувствие, легко вставать по утрам, чувствуешь легкость в течение дня. То есть много сил, много энергии. Очень рада, что пришла на конкурс. Не ожидала, что будет настолько интересно попробовать себя. Ну, делают комплименты, говорят, что видно, что я занимаюсь спортом. Это очень приятно. То есть любая одежда, которую я одеваю, сразу видно, что я веду здоровый образ жизни. Рассчитываю, что у меня хорошие шансы на победу. С начала этого года я занялась собой и наметила для себя программу самосовершенствования, в котором один из пунктов был, конечно, улучшение своего внешнего вида, своего тела, прокачку. И я занялась спортом, пришла на проект Miss Fitness Bikini, похудела на 7 килограмм и не собираюсь на этом останавливаться. Собираюсь сделать себя еще лучше и еще красивее. Вообще для меня участие – это проверка самой себя на силу воли, на выносливость, потому что тренировки – это не просто так, это не отдых в спортзале, как это бывает на картинке, когда девушка красиво стоит, с гантелей, например. Нет, ничего подобного на самом деле. Это пот, это боль, это сила. И для меня это большое испытание. Вообще, конечно, хочется призовое место, потому что, судя из того, что я вложила в этот проект, хотелось бы и получить такую же отдачу. Буду рада я победе. Мотивирую я себя таким образом, что, Лена, посмотри, ты уже столько прошла, осталось еще всего чуть-чуть, всего немного, ты сможешь. А и это срабатывает. Самое приятное – это, конечно, видеть свое отражение в зеркале, замечать, как меняется тело, смотреть за собой, как изменяется характер, как я становлюсь сильнее, как каждый день я побеждаю. Вот, спорт я очень люблю, всегда занимаюсь спортом, но в дальнейшем я жила в Москве, когда я приехала с Москвы, я узнала, что проходит кастинг на мисс-фитнес-бикини. Вот, я подошла к тренеру, он сказал, что у меня очень хорошая фигура, что мне нужно заниматься и развиваться. Вот, так я попала на этот проект. Я, как бы, очень много ездила по городам, участвовала в разных конкурсах и, как бы, всегда старалась занимать призовые места, не только себя показать, но и свою республику защитить. Любимое – это, конечно же, позирование, которое у нас проходит, также, ну, различные съемки и занятия бывают с любимым тренером. Превратить обычных девушек в прекрасных спортсменок – задача профессиональных инструкторов. Справиться с ней под силу тренеру, который сам регулярно выступает на соревнованиях и в курсе всех новшеств в мире спорта и фитнеса. Готовит девушек к конкурсу лучший инструктор федерации бодибилдинга Мариел. У большинства из них за плечами не один десяток чемпионатов и соревнований. Девочки занимаются у нас 3-4 раза в неделю. Занятия у них как идут силовые тренировки. А четвертое занятие – это в основном как позирование. Для каждой девушки у нас подход индивидуальный, смотря со стороны, как и у нее пропорции тела. И от этого уже отталкиваясь, мы составляем ее программу и питание. Чтобы красиво выглядеть на сцене, задача тренеров – это подготовить девушек именно к мероприятию. То есть мы подготавливаем этот тренировочный процесс, это подиумный шаг, это оттачивание позировки. Я вспоминаю свои первые соревнования, как я готовилась. Это очень ответственный шаг в моей жизни был. Поэтому каждая девушка, которая пришла на этот конкурс, она уже достойна победы. Федерация бодибилдинга Мариел, фитнес-центры Византии и Византия Джим приглашают всех на шоу спорта «Красоты и моды» «Мисс Фитнес Бикини», которая состоится 21 ноября в ДК «30-летие Победы». Фитнес-центры Византии и Византия Джим – это новый фитнес в твоем стиле. Это современный тренажерный зал и залы для аэробики. Фитнес для каждого. Силовая аэробика, танцевальные направления и новая программа. Академия детского фитнеса. В фитнес-центрах Византии и Византия Джим работают сертифицированные инструкторы, мастера своего дела. Это лучшие тренеры Федерации бодибилдинга Мариел, Рустам Шакиров, Александра Мышляева, Елена Шматкова, Александр Мусерский, Екатерина Масунова, Максим Кислицын, Александра Масленникова.